Одна копейка. 1990 года. СССР. Ленинградский монетный двор и московский монетный двор. На реверсе монеты прописан его номинал. Крупная цифра 1. Под ней одной горизонтальной строкой указано название денежной единицы. Надпись «Копейка». Ниже указан год чеканки. Дата 1990. Слева и справа полукругом расположены колосья пшеницы, дополненные в нижней части дубовыми листьями. По три листа на каждый колос. Колосья пшеницы символизируют богатство и изобилие. Дубовые листья символизируют мир и силу. В нижней части колосья соединяются в единый венок. В месте соединения имеется морская ракушка. На реверсе монеты расположен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Герб упрощен и не имеет надписей на ленте. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего Солнца с лучами, бьющими вверх, и планеты, размеченные параллелями и меридианами, серп наложенный на молот – символ союза рабочего класса и крестьянства. Над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда, на которой просматриваются четкие грани. Под гербом одной горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства, надпись СССР. По окружности виден ярко выраженный кант, как на аверсе, так и на реверсе. Гурт монеты рубчатый. Изготовлена монета из марганцевистой латуни марки ЛМЦ 58-2. Это сплав, состоящий примерно из 60% меди, 39% цинка и 1% марганца. Вес монеты 1 грамм. Диаметр 15 мм. Толщина 0,9 мм. Чеканили монеты на Ленинградском монетном дворе и на Московском монетном дворе. Визуально можно отличить продукцию Ленинградского монетного двора и Московского монетного двора. На продукции Ленинградского монетного двора цифры в дате чеканки сближены. на продукции московского монетного двора цифры расставлены более широко вот здесь я не имею с собой 2 монеты чтобы выставить их в сравнении чтобы видно было но можно ориентироваться в расположении относительно друг другу цифры 0 и буквы к вот здесь видно что эта продукция ленинградского монетного двора вот эта планка буквы к находится на правой стороне вот 0 она не заходит не над нолем расположена буква к а вот прям вот правый край 0 и левый край буквы к расположен друг над другом монета отчеканена на московском монетном дворе буква к расположена чуть заходит за цифру 0 вот примерно здесь она расположена буквы к левый край это же продукция ленинградского монетного двора еще раз говорю московский монетный двор буква к расположена немножко над нолем вот это визуально видно цена такой монеты как ленинградского монетного двора так и московского монетного двора примерно 35 рублей тираж был огромный поэтому монет сохранилась много если монета нулевая не имеет следов хождения имеет зеркальный блеск стоит до 80 рублей такая монета может стоить в хорошей почти идеальной сохранности также имеются монетные браке особенно ценится с полным расколом то есть раскол по штемпелю полный от одного края до другого вот мне пишут что есть монета как узнать наберите в яндексе номинал название денежные единицы год чеканки и узнаете цену вот с полным расколом монеты монетные браки от одного края до другого стоит до 500 рублей есть браки в виде выкусов то есть вот так вот как выкушено такие стоят до 200 рублей наконец встречаются браки на котором по отношению к реверсу вот здесь видно реверс расположен к аверсу на 0 градусов то есть соотношение сторон монетная есть браки на котором аверс развернут на 90 градусов то есть вот так реверс выглядит вот так а аверс выглядит вот так вот на 90 градусов повернут такие монеты стоит от 500 рублей и выше встречаются редко ребят есть еще вариант с такой монеты вот вы спрашиваете в чате что разные данные на сайтах до разные данные есть хороший вариант идите на местный рынок на свой там обязательно должны быть барыги по монетам обратитесь к ним с этой монетой скорее всего они скажут правду можно придя домой их не слова проверить опять-таки в интернете что они скажут вот это второй вариант других вариантов как бы нет или через интернет или через торговцев монет на местном рынке обзор закончен монета 2 копейки 1975 года на реверсе в две строки прописан номинал монеты крупная цифра 2 под ней надпись копейки ниже указан год чеканки 1975 слева и справа полукругом колоссе пшеницы символизирующие богатство и изобилие в нижней части колоссе дополнены дубовыми листьями символизирующими силу внизу колоссе соединяются в единый венок в месте соединения имеется ракушка на аверсе герб ссср образца 1956 года с 15 витками ленты на колоссе пшеницы по числу союзных республик входящих в ссср между колоссе на фоне восходящего солнца и планеты размечены параллелями и меридианами скрещенный серп и молот над ними пятиконечная звезда под гербом горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства надпись ссср гурт рубчатый монета изготовлена из медно-цинкового сплава латунь вес монеты 2 грамма диаметр 18 миллиметров толщина 1,1 миллиметра чеканили монету на ленинградском монетном дворе тиражом предположительно 100 миллионов штук средняя цена 40 рублей конкретно эта монета куплена за 50 рублей монета 3 копейки 1985 года СССР ленинградский монетный город вот на версии прописан номинал цифра 3 название денежной единицы надпись копейка год чеканки дата 1985 слева и справа по укругу колоссе пшеницы дополненные в нижней части дубовыми листьями по три листа на каждый колосс внизу морская рапушка по окружности виден четко выраженный кант на аверсе развернутом криво суновной градусов соотношение сторон медальной герб СССР образца 1956 года под ним одной горизонтальной строкой обозначена аббревиатура государства надпись СССР формы букв округлые по окружности виден четко выраженный кант гурт монеты рубчатый состоящий из 124 рифлений монеты изготовлены из марганцевистой латуни маркой ОМС 58-2 сплав 60% меди 39% цинка и 1% марганца весит монета 3 грамма диаметр 22 миллиметра толщина 1,3 миллиметра магнитными свойствами монета не обладает чеканили на ленинградском монетном дворе массовым тиражом средняя цена монеты от 3 рублей за состояние Very Good до 200 рублей за состояние Uncirculated и 350 рублей стоит монета чеканки бриллиант Uncirculated это улучшенная чеканка полированным штемпелем есть разновидность монеты стоящая до полутора тысяч рублей различается по числу насечек на гурте классическое число насечек 124 штуки но если насечек на гурте 180 такая монета стоит до полутора тысяч рублей есть еще одна редкая разновидность ценой до 30 тысяч рублей такая монета от чеканина на заготовке от 20 копеек белого цвета стоит такая монета свыше 30 тысяч рублей монета 5 копеек 1973 года выпуска образец 1961 года Ленинградский монетный двор на реверсе монеты указан ее номинал крупная цифра 5 под ней обозначено название денежной единицы одной горизонтальной строкой надпись копеек ниже указан год чеканки монеты дата 1973 слева и справа полукругом колосья пшеницы дополненные в нижней части дубовыми листьями по три листа на каждый колос колосья пшеницы символизирует богатство и изобилие дубовые листья символизируют мир и силу внизу колосья соединяются вместе в единый венок в месте соединения имеется ракушка на аверсе герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик входящих в состав союза советских социалистических республик между перебитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца и планеты размечены параллелями и меридианами серп наложенный на молот символ союза рабочего класса и крестьянства над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда под гербом одной горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства надпись СССР гурт монеты рубчатый чеканилась монета с 1961 по 1991 год изготовлена из марганцевистой латуни марки ЛМЦ 58 2 сплав 60% меди 39% цинка и 1% марганца вес монеты 5 грамм диаметр 25 мм толщина 1,5 мм чеканили монету на Ленинградском монетном дворе тиражом предположительно 190 200 штук средняя цена монеты 500 рублей конкретно эта монета куплена за 900 рублей монета 10 копеек 1972 года выпуска Ленинградский монетный двор на реверсе монеты прописан ее номинал крупное число 10 под ним обозначено название денежной единицы одной горизонтальной строкой надпись копеек ниже указан год чеканки монеты дата 1972 слева и справа полукругом колосья пшеницы дополненные в нижней части дубовыми листьями по два листа на каждый колос колосья пшеницы символизирует богатство и изобилие дубовые листья символизируют мир и силу на аверсе монеты расположен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик входивших в состав союза советских социалистических республик между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами бьющими вверх и планеты размеченные параллелями и меридианами серп наложены на молот символ союза рабочего класса и крестьянства над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда под гербом одной горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства надпись СССР буквы имеют округлую форму гурт монеты рубчатый монета образца 1961 года изготовлена из низильбера марки Н10 сплав пятидесяти восьми процентов меди тридцати процентов цинка и двенадцати процентов никеля Вес монеты 1,6 грамма диаметр 17,3 миллиметра толщина 1,2 миллиметра чеканили монеты на ленинградском монетном дворе тиражом предположительно 140 миллионов штук средняя цена монеты 40 рублей конкретно эта монета куплена за 10 рублей сегодня на обзор представлена монета 15 копеек 1990 года СССР Московский монетный двор и Ленинградский монетный двор на реверсе монеты прописан ее номинал число 15 под ним одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы надпись копеек ниже указан год чеканки монеты дата 1990 слева и справа полукругом расположены колосья пшеницы дополненные в нижней части дубовыми листьями по два листа на каждый колос колосья пшеницы на монетах символизируют богатство и изобилие дубовые листья традиционно в Европе даже символизируют мир и силу по окружности ярко выраженный кант на аверсе монеты развернутые к реверсу на 0 градусов то есть соотношение сторон медальное расположен герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик входивших в состав СССР герб упрощен и не имеет надписей на ленте между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами бьющими вверх и планеты размечены параллелями и меридианами серп наложенный на молот серп наложенный на молот символизирует союз рабочего класса и крестьянство над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда под гербом одной горизонтальной строкой прописана аббревиатура советского государства надпись СССР формы букв округлые по окружности виден ярко выраженный кант гурт монеты рубчатый со ста десятью рифами извиняюсь со 111 рифами вот этих рифов сто одиннадцать штук насчитывается на гурте изготовлена монета из низильбера марки N10 низильбер N10 состоит из сплава пятидесяти восьми процентов меди тридцати процентов цинка и двенадцати процентов никеля вис монеты 2,5 грамма диаметр 19,6 миллиметра толщина монеты составляет 1,3 миллиметра чеканили монету на московском монетном дворе и на ленинградском монетном дворе тиражи были многомиллионные учитывая то что к 1990 году население Советского Союза составляло уже почти 290 миллионов человек а так как ежегодно происходило потерю потеря и порча монетных знаков вследствие этого приходилось дочеканивать разменную монету точные тиражи советских монет поздней СССР неизвестны до сих пор ранние советы можно найти в интернете тиражи различить монеты изготовленные на московском монетном дворе и на ленинградском монетном дворе можно по следующим признакам у продукции московского монетного двора цифры в дате чеканки расставлены узко цифра 9 верхняя половинка цифры 9 вытянутая у продукции ленинградского монетного двора цифры в дате чеканки расставлены шире это при сравнении можно определить второго экземпляра у меня нет и верхняя половинка цифры 9 практически квадратная а не такая вытянутая как здесь это ленинградский монетный двор есть монетные браки выкусы односторонняя причеканка монетные браки стоят до 5000 рублей есть редкие экземпляры которые выполнены на заготовке от двух копеек выполнены на металле желтого цвета так как от двух копеек медно-цинковый сплав стоит такая монета примерно 3500 рублей есть пробные монеты отличаются тем что на обеих сторонах от чеканин реверс то есть номинал год чеканки с оборотной стороны реверс перевернут то есть соотношение сторон монетное развернут на 180 градусов под числом 15 отсутствует надпись копеек вот здесь пустота вот официальное название такой монеты пробный двусторонний оттиск некондиционного стандартного оборотного штемпеля такие экземпляры очень редкие и цена до них доходит до 160 а то и до 200 тысяч рублей средняя цена обыкновенной монеты стандартного чекана ленинградского и московского монетных дворов составляет от 5 до 10 рублей повторюсь повторюсь следствие огромных тиражов такие монеты довольно распространены и большой редкости не составляют повторюсь я говорю про стандартный чекан поэтому цены в районе 5 рублей ну может быть до 10 сети ну еще добавлю что 15 копеек раньше назывался 5 алтын 5 алтын алтын 3 копейки соответственно 5 алтын это 15 копеек ну вот в общих чертах об этой монете все монета 20 копеек 1990 года выпуска на реверсе прописан номинал монеты крупное число 20 под ней обозначение денежной единицы надпись горизонтальной строкой копеек ниже указан год чеканки монеты дата 1990 слева и справа полукругом колосья пшеницы дополненные в нижней части дубовыми листьями колосья пшеницы символизируют богатство и изобилие дубовые листья символизируют мир и силу на аверсе герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы по числу союзных республик входивших в состав союза социалистических республик между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца и планеты размечены параллелями и меридианами серп наложенный на молот символизирующий союз рабочего класса и крестьянства над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда под гербом одной горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства надпись СССР гурт монеты рубчатый монеты образца 1961 года изготовлена из Низильбера марки Н10 сплав 58% меди 30% цинка и 12% никеля Вес монеты 3,4 грамма диаметр 21,8 миллиметра толщина полтора миллиметра чеканили монету на ленинградском и на московском монетных дворах массовым тиражом средняя цена монеты составляет 5 рублей есть разновидность встречающаяся очень редко эта монета от чеканина на заготовке от 3 копеек желтого цвета цена такой монеты доходит до 1200 рублей теперь о том как различить монету от чеканина на московском монетном дворе от монеты от чеканины на ленинградском монетном дворе вот здесь визуально видно монета московского монетного двора имеет на дате чеканке более широкие цифры монета ленинградского монетного двора имеет на дате чеканки более узкие цифры 50 копеек 1983 года выпуска на реверсе в центре указан номинал монеты крупное число 50 под ним надпись копеек ниже указан год чеканки 1983 слева и справа полукругом колоссе пшеницы дополнены вниз в нижней части дубовыми листьями колоссе пшеницы символизирует богатство и процветание дубовые листья символизируют силу внизу колоссе соединены в единый венок в месте соединения имеется морская ракушка на версии герб ссср образца 1956 года с 15 витками ленты на колоссе пшеницы по числу союзных республик входящих союз советских социалистических республик между колоссе на фоне восходящего солнца и планеты размеченные параллелями и меридианами серп наложенный на молот над ними пятиконечная звезда под гербом горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства надпись ссср гурт гладкий с надписями с надписями 50 копеек и годом чеканки 1983 разделенные пятиконечными звездочками монеты изготовлены из медно-никелевого сплава вес монеты 4,4 грамма диаметр 24 миллиметра толщина 1,7 миллиметра чеканили монету на ленинградском монетном дворе тиражом предположительно 12 миллионов штук средняя цена монеты 30 рублей конкретно эта монета была куплена также за 30 рублей монета 1 рубль 1974 года выпуска на реверсе монеты указан ее номинал крупная цифра 1 с горизонтальным рифлением под ней обозначено название денежной единицы одной горизонтальной строкой надпись рубль ниже указан год чеканки дата 1974 слева и справа полукругом колось пшеницы дополненные в нижней части дубовыми листьями по три листа на каждый колос колосе пшеницы символизируют богатство и изобилие дубовые листья символизируют мир и силу в нижней части колосе соединяются вместе в единый венок вместе соединение имеется ракушка на аверсе герб сссср образца 1956 года с 15 витками ленты на колосе пшеницы по числу союзных республик входивших состав союза советских социалистических республик между перевитых ленты колосев на фоне восходящего солнца с лучами бьющими вверх и планеты размеченной параллелями и меридианами серп наложенный на молот символ союза рабочего класса и крестьянство над скрещенными серпом и молотом расположена пятиконечная звезда вокруг герба прописано название государства союз советских социалистических республик самом низу аверса пятиконечная звезда гурт монеты гладкий с вдавленными надписями 1 рубль и датой 1974 надписи дата разделены пятиконечной звездой монета изготовлена из не зильбера марки n10 сплав меди цинка и никеля вес монеты семь с половиной граммов диаметр двадцать семь миллиметров толщина 2 миллиметра чеканили монеты на ленинградском монетном дворе тиражом 100 тысяч штук средняя цена монеты 1500 рублей конкретно эта монета куплена за 2200 рублей